Зима есть зима. Снег и морозы абсолютно нормальная картина для этой поры года. Но после череды относительно теплых зим жители Гомельской области отвыкли от такого количества осадков. Для пешеходов и особенно для водителей Гомельщины последние дни превратились в настоящую борьбу со стихией. Резко возросло количество ДТП, сотни зарегистрированных случаев. Сотрудники ГАИ напоминают, в таких условиях особенно важно придерживаться правил дорожного движения. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в данный период времени. Не оставаться равнодушными. Если вы видите, что у проезжей части остановился автомобиль и вокруг него курсируют растерянные водители, остановитесь, предложите свою помощь, либо сообщите в специальные службы, чтобы данные автомобили как можно быстрее убрать с проезжей части. Уважаемые водители, соблюдайте безопасную скорость движения, откажитесь от резких ускорений, торможений, от обгонов и опережений. На территории региона продолжает действовать специальный план погода. Инспекторы ежедневно мониторят улицы и дороги, координируют работу коммунальных служб, чтобы те могли оперативно расчищать снег. Сейчас в Гомеле и Гомельском районе в рамках акции работают шесть экипажей ГАИ. Что касается коммунальников, они активизировались на полную. Задействованы тысячи работников ЖКХ, сотни единиц техники. В приоритете именно социальная сфера. В первую очередь очищаются территории школ, детских садов, медицинских учреждений. Также это относится к остановкам транспорта, но есть свои нюансы. Сейчас вот поступают многочисленные звонки от жителей как города Гомеля, так и, говорится, всей Гомельской области в части очистки остановочных пунктов. Значит, у нас многочисленное количество остановочных пунктов, которые не находятся на балансе предприятий ЖКХ. Это табакерка, это киоски разного рода, которые, говорится, именно находятся у частных лиц. Поэтому на сегодняшний день по согласованию с районными исполнительными комитетами даны поручения как отделам ЖКХ, райисполкомов, так, в частности, наши предприятия, санитарные службы, службы МЧС, значит, напомнить все-таки частным лицам о том, что на закрепленных территориях надо производить, говорится, уборку непосредственно за ними закрепленных территорий. Также, конечно, огромное спасибо населению, которые откликнулись на наши просьбы в части таких вот снегопадов. И люди выходят, помогают нам в участии очистки, говорится, дворовых территорий. Активисты БРСМ принимают заявки о помощи от пожилых и одиноких людей. Трудовые десанты по первому звонку спешат рассчитить снег, нарубить дров и просто подарить тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. Визиты к ветеранам в такое время имеют особенное значение. Как правило, мы обычно приходим к ветеранам, ну и тоже помогаем пожилым людям. Сейчас зимнее время, нужно помочь расчистить снег, по хозяйству где-то помочь, еще что-то сделать. Им приятно, когда такое молодое поколение приходит, помогает им чем-то. Так сказать, мы им выражаем благодарность за то, что они сделали для нас. Синоптики сообщают, на будущей неделе количество осадков должно сократиться. Однако сохранять бдительность и внимательность на дорогах необходимо. Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой информировать службы о состоянии автодорог по номеру 125, улиц Гомеля 115, о состоянии дорожных знаков и неисправности светофоров в телеграм-канал СМЭП Гомель, светофоры, дорожные знаки. Николай Скинтиян, Андрей Иванов, Игорь Морищенко. Новости недели.